так правда плохо видно но покажу красоту этого подписывали потом пантелеймон целитель все время так свет здесь устроен в церкви дальше ничего не видно это николай угодник вот это николай чудотворец как это не знаю конечно вот да вот смотрите через экран видите чудот сейчас я вообще про все расскажу тут иконы я специалист со расскажем уже да я могу еще значит рассказать поведать вот эта икона видите нимб у николая ему прикрутили позже его и ну почти что на всех иконах такая стрелка здесь видите нимб был вот у этого ангела и его сняли видите здесь отверстия остались когда меняли бога с ветхозаветного на новозаветного то есть саваофа который у вас там налицо видите в треугольничке вот здесь вот вот смотрите бог один никто же не спорит да только тут у вас видите он саваоф он же иисус он же машеах он же и так далее сейчас мы с вами побеседуем что давайте видео сниму ребятам покажу ценителю красоты и древности а вот это что за ангел здесь к сожалению за багета мы не видим мироносица какой-то же женщина мироносица вот иисус христос посмотрите внимательно видите эта надпись появилась чуть позже уже и нимб соответственно то есть и так называемая икона под ним картина она же а этот оклад был до этого видите тут дяденька в сапогах обычно ноги их вырезает руки ноги видите это все это уже реставрация видите вот это все они здесь когда меняли святых когда они условно ветхозаветного моисея ильей сделали в нашем понимании уже ну в вашем точнее понимание не в курсе дела да и вот эти сейчас закончу эту красоту вот эту показывать людям и вам прочитаю лекцию небольшую если вы хотите конечно же прочитаю вам сейчас лекцию если вы хотите если интересно вот этого а вот его не подписали поэтому вы не знаете а это ва владимир по моему сейчас здесь почитаю итак давайте я дома разберу это уж плохо видно здесь и не совсем ну там видно плохо влади сейчас посмотрим секунду это вообще девушка может быть мужчина видите вот эти буковки тоже мэра и подписали на чеканили и вот здесь тоже начеканили что-то образ печорская пресвятая богородица вот здесь тоже эти все названия появились чуть чуть позже у вас там как в ростове вот видите вот это все вот эти все надписи они написаны чуть позже то есть для того чтобы было понимание у людей как теперь бога зовут видимо так это моя версия как бы да я не настаивали потому что если бог как вы говорите один-един зачем его подписывать вопрос я думаю так бы всем было известно да его имя ну или просто бог вызвали нет ну почему-то как нам говорят в 17 веке когда была реформа церковная царское семейство вот это редкая икона кстати очень я такое не видел даже кокошника как будто вы видите как называется как как вот видите ним тоже подрисовали уже чуть позже и вот это я так понимаю кокошник тоже им позже подрисовали им изначально здесь не было сколько интересного у вас здесь а вы этого не видите почему-то наверное потому что вам сказали не видеть и вы видите такое может быть смотрите раньше это выглядел как картина видите здесь никаких надписей нет вот вы же мне благословили сами сейчас говорить уже благословение священьки ну я же людям показываю красоту людям интересно. Давайте мы позвоним батюшке. Да, пожалуйста, пожалуйста. Звоните. Я разве могу вас? А вот у него телефон есть. Так звоните, звоните. У меня там, видите, видео идет. А алтарь, кстати, знаете, что у вас на северо-востоке расположен? Неэкономично почему-то. Должен же быть на восток смотрящий. Вот эти все надписи, они уже позже просто сделали. Шедевры. Это 19 век все, да, наверное? Или нет? Войну-то закрывалось это все? Великую Отечественную. А, плохо слышите, да? Ага, ага, сейчас я вот это, продолжу диалог. Тоже шедевр, видите? И нимб позже прикручен. Лица у Англова, у Серафимов, то есть Херувимов, тоже вырезали. Батюшка, помоги, поможет. В Купино, видите, тоже. И нимб прикручен. В общем, иногда такие иконы попадаются, и на них как будто бы великаны изображены. То есть есть люди побольше ростом, и есть люди поменьше. Благодарю. Благодарю. А когда вот эти фрески рисовали, известно? Все, ладно, всем добро.